К анонсу следующей рубрики нет нужды подходить с особой тщательностью, да и ведущий совершенно не нуждается в развернутом представлении. Мы знаем, что новую порцию секретов мастерства наши зрители ждут с особым нетерпением, поэтому сразу предоставлю слово Роману Киричуку. Привет, с вами Роман Киричук и рубрика «Секреты мастерства». В прошлом выпуске мы смотрели, как менялись правила московской пирамиды относительно игры с руки. Теперь мы рассмотрим следующий важный момент, это то, как менялись правила разбоя. Изначально игроки ставили себе задачу сделать первый удар наиболее безопасным, поэтому выбирался один из двух вариантов. При первом варианте игрок медленно катил шар в короткий борт и от него попадал в пирамиду. При втором варианте игрок пытался атаковать лузу в наиболее тонкую резку, так что пирамида не раскатывалась. Поскольку основной задачей всех правил современного бильярда является увеличение динамики игры, конечно, это не могло не коснуться правила разбоя. Изначально правила разбоя были изменены таким образом, что два шара из пирамиды должны были касаться бортов. Однако сообразительные игроки нагадались позаимствовать разбой из трейдпула, когда при ровном ударе в последний шар, два шара откатываются с пирамиды, удаляются борты и возвращаются примерно в район пирамида. Ну и понятное дело, с такими правилами динамика игры нисколько не увеличилась, поэтому правила разбоя были изменены еще раз. И теперь уже три шара из пирамиды должны были касаться бортов, либо два шара касаться бортов, и один перекатится через середину. И с такими правилами разбоя игроку уже было крайне сложно выполнить безопасный удар. Поэтому теперь все игроки атакуют лузу и пытаются забить своих. Теперь давайте рассмотрим изменение правил выставления шаров в случае штрафа. Изначально в случае штрафа шар снимался с полки игрока, совершившего штраф, и ставился на середину короткого борта. В таком положении шар никак не влиял на позицию шаров на столе. Впоследствии правила были изменены, и шар все так же снимался с полки игрока, но ставился уже на третью точку. Этот шар уже находился на игре. А дальше, опять же, в угоду увеличения динамики игры в современном бильярде, вместо выставления шара с полки игрока, совершившего штраф, было введено правило, позволяющее сопернику взять любой шар со стола и положить его себе на полку. И в некоторых позициях это дало возможность игроку создать наиболее благоприятную ситуацию для продолжения своей игры. Но даже это не самое обидное для игрока, совершившего штраф. Ведь при счете 7-7 игрок, совершающий штраф, автоматически проигрывает. Хотя ни для кого не секрет, что причиной штрафа может быть не только неправильное действие игрока, но и некачественное оборудование. Конечно, изменения коснулись и правил отыгрыша. Изначально единственным правилом отыгрыша было просто касание двух шаров. То, что до сих пор можно видеть в правилах снукера. Но подобный отыгрыш давал возможность игрокам практически бесконечно играть и никак не менять позицию. Поэтому впоследствии было добавлено правило такое, что один из шаров должен был обязательно пересечь середину. Причем неважно, до или после снарения. За счет этого правила уже немножко изменилась динамика, потому что игрокам пришлось использовать большее расстояние отыгрыша. И уже позиция стала меняться. Подобные правила были очень удобны игрокам, поскольку давали возможность играть свои ки через истол практически в любую резку на максимально тихой силе. Шар гарантированно пересекал середину. И даже если не докатывался до лузы, то оставался в том положении, откуда сопернику было очень сложно играть дальше. Эти правила просуществовали достаточно долго, и даже до сих пор многие игроки сводятся в коммерцию именно по таким правилам. Но эти правила по-прежнему не устраивали тех, кто боролся за увеличение динамики игры. Поэтому в современном бильярде правила отыгрыша таковы, что, во-первых, все борты считаются только после создарения шаров, и, во-вторых, любой из шаров должен коснуться двух бортов, либо коснуться борта и пересечь середину, которая считается тоже бортом. С точки зрения тактической игры, эти правила, конечно, хороши тем, что они дают возможность игроку поставить для соперника действительно сложную позицию, так называемую петлю. То есть позицию, с которой сопернику сделать удар по правилам и при этом ничего не подставить, крайне-крайне сложно. С другой стороны, недостатком этих правил является усложнение игры с руки. Ведь теперь уже, если шар не докатится до лузы, а бывает даже, шар может катиться и идеально встать в створе лузы, не косучись ни одного из бортов, подобные удары сейчас являются запрещенными и приводят к штрафу. Также стоит отметить, что в течение некоторого времени существовало правило так называемой зоны лузы. То есть, если после удара один из шаров оставался в зоне двух шаров от лузы, то такой удар считался правильным, даже если ни один из шаров не сделал бортов. Но, к сожалению, в современном спортивном бильярде это правило не прижилось. Правила московской пирамиды до сих пор меняются и являются предметом горячих споров и обсуждений. Поэтому, к примеру, организаторы коммерческих турниров каждый раз решают, по какой разновидности игры проводить свой турнир. Ну а мы на этом заканчиваем рассматривать эволюцию правил московской пирамиды. В следующем выпуске уже коснемся непосредственно особенности позиционной игры. С вами был Роман Киричук. До новых встреч!